Некоторые занимали место в очереди еще ночью, некоторые просили занять место внуков. Многие жаловались на слабую организацию работы. Добавлю, на подготовку была неделя. Как это было? Без комментариев. Возле единственного филиала, который обслуживает клиентов. Непонятно, люди очень размущаются и не понимают, почему в Далгустелсе 5 филиалов, почему обслуживает только один. Учитывая, что огромное количество клиентов, большая часть из них пенсионеры, 6200 клиентов через ПНП-банк получали пенсии и пособия. Огромное количество людей. Сейчас уже людей меньше. Я начала считать, сбилась до счета, мне кажется, пару сотен. Самое главное, что самоуправление поставили воду, поставили туалет. Стоит палатка социальной службы, в которой там есть вода, чай, пирожки, печенье. Присоединились некоторые предприятия города, что меня порадовало. У кого нет счета, вообще нигде, тогда человек может оформить здесь счет. Кто виноват? Мы виноваты, пенсионеры. Ну, оно и виноват. Скажите, пожалуйста. Ну, я не знаю, кто виноват. Ну, тогда надо разбираться, кто виноват. Разбираться надо, чтобы наладить работу. Наладить. Как только пойдет оформление, тогда... Надо неделю там обратно наладить, когда банк встал. Конечно. Остались и без денег, и не оплачены счета, и никто нас не предупредил. Нам только пенсию получать. У нас там никакого денег нет. Ну, не понимаю ничего. Переживаю за это, как получить. И пенсия, как перевесить. А я плохо вижу. Понимаете, что... Ну, вот как мне сейчас... Уж замерзла совсем, вот девочку чужую наняла, чтобы со мной приехала. Не знаю, стоим мы, заболеем. Я вот после инсульта, только инсульт перенес. И за свои деньги должен такие муки испытывать. Ну, это же издевательство просто над людьми. Мне лежать нужно, а я должен стоять за свои деньги здесь. Почему вы этот банк выбрали, чтобы... Потому что он был рядом с домом. В магазине у нас максимум, и я ходила все время в магазин, и там вот так, поэтому... Посмотришь, там окошко в 7-8 есть, а работает один-два оператора. Час немножко больше отключили. Потом завис компьютер, не стал работать. Понимаете? Вот это плохо. То есть, это говорит о том, что если собирает народ... Вот сегодня, с четверга, с девяти на ноль, как было сделано объявление, надо было немножко организоваться как-то. Честно говоря, не хотел так рано вставать, перед школой особенно. Но ради бабушки встал. Было бы хорошо, если бы получше организовали все. Было прохладно. Комиссия рынка финансов и капитала обратилась в суд Видземского предместия Риги с просьбой признать ПНБ банка неплатежеспособным и назначить администратора неплатежеспособности. Им уже выбран Виго Крастенш. Однако руководство ПНБ банка подает встречный иск, где требует от суда признания всех этих процедур нелегитимными. За противостоянием следит Даниил Смирнов. Член управления ПНБ банка Анна Вербицкая заявила русскому вещанию, что в ее распоряжении нет решения об остановке деятельности банка со стороны Европейского центрального банка. Она продемонстрировала документ, подписанный главой комиссии рынка финансов и капитала, где указано, что ЭЦБ признает ПНБ банка таким финансовым учреждением, которое попало в финансовые трудности или может с ними столкнуться. Но закрывать его не приказывает. Распоряжаться дальнейшей судьбой банка поручено местным надзорным органам, то есть ФКТК. Так как мы сейчас находимся под прямым надзором ЕЦБ, у нас возникает ряд вопросов в отношении легитимности принятия решения ФКТК. Поэтому мы обратились к нашим зарубежным коллегам, которые попытаются нам помочь разобраться в этой ситуации. Также в банке не признают сегодняшнее заявление в суд о неплатежеспособности ПНБ банка. В ответ на него банк направил встречный иск. Сегодня подали в суд прошение суд рассмотреть решение, которое принято ФКТК, и признать его неправомощным. Анна Вербицкая также заявила, что, несмотря на все трудности, банк сможет восстановить свою репутацию и нормальную деятельность, если ему дадут такую возможность. В ответ на это в ФКТК ссылаются на пресс-релиз, размещенный на домашней странице Европейского центрального банка, который, в свою очередь, признает ПНБ банка таким финансовым учреждением, которое попало в финансовые трудности или может с ними столкнуться. А дальше ЕЦБ делегирует принять решение Единому совету по санации банков, СРБ, которое разрешает остановить деятельность банка в соответствии с местным законодательством. В этих хитросплетениях еще предстоит разбираться юристам. Но Комиссия рынка финансов и капитала уже выбрала администратора неплатежеспособности. Им стал Виго Крастенч. Согласно данным Креди Веб, первую свою компанию он ликвидировал в 2012 году. С тех пор он был администратором неплатежеспособности еще в трех компаниях. Годовой оборот самой крупной не превышал 85 тысяч евро. Сейчас он будет заниматься ликвидацией банка, чьи активы около полумиллиарда евро. Но в ФКТК считают, что такой специалист справится. Контрольная служба неплатежеспособности в соответствии с нашими требованиями представляет каждый год список из пяти кандидатов, которых оценивает комиссия ФКТК. Какой у них предыдущий опыт, какую информацию о них предоставляют превыкновительные органы, какие у кандидатов возможности и наличие ресурсов, какое у них видение процесса неплатежеспособности конкретного предприятия. Все это комиссия оценивает вместе и выбирает кандидата. Как пояснили в ФКТК, они смотрят в контексте на претендента. И предыдущий опыт не является ключевым критерием. Данил Смирнов, Игорь Тунц, Латвийское телевидение.